Итак, друзья, всем привет! Данное видео для тех, кто начинает разбираться в студийной фотографии. Сегодня мы поговорим о светоформирующих насадках. Также это видео будет полезно для тех, кто задумывается открыть свою студию. Это уже второе видео в этом жанре. В первом видео мы разговаривали о нуждах помещения, размерах помещения для фотостудии, о ширине, длине потолке и различных нужд от этой фотостудии. Ссылка на него будет в описании. А здесь мы поговорим о светоформирующих насадках. Так как большая часть фотографов приходит в студийную фотографию все-таки уже с неким опытом, уже снимая на улице, уже снимая в помещениях, в интерьерных студиях, я постараюсь объяснить о светоформирующих насадках именно с этой позиции, с учетом, что вы уже некий опыт съемки имеете. Именно о светоформирующих насадках и есть вся ценность студийной фотографии. Именно благодаря их разнообразию и обилию, именно только в студии мы можем создавать самые необычные условия освещения, можем полностью повторить улицу, либо создать такие условия, которых на улице просто быть не может. И первая, одна из самых популярных насадок это софтбокс. По сути это просто окно. Представьте, что вы фотографируете модель возле окна в пасмурную погоду. Чем софтбокс у вас больше, тем у вас окно больше, тем свет у вас мягкий и более обволакивающий. То есть тем у вас переходы от света к тени более плавные и более незаметные. Чем окно меньше, тем у нас свет более грубый, более жесткий получается. Работать с софтбоксом по сути то же самое, что работать у окна в пасмурную погоду. Единственная разница, что окно у нас не шевелится, и мы относительно окна шевелим модель, передвигаем, перемещаем. Здесь же у нас есть возможность, чтобы модель была в одном и том же месте, в одной и той же позе, но при этом мы всяко-разно переставляем наше окно. То есть софт это привычные всем окна в пасмурную погоду. Чем софт больше, тем это окно больше, тем свет мягче. А теперь представьте, что вы фотографируете в 12 часов дня, в солнечный день. Солнце светит очень сильно, но прямых лучей в окно нету, потому что он находится над вами сверху, но на улице очень светло. И на ваших окнах есть плотные-плотные шторы. И вы можете их задернуть, оставив узкую полоску света. Вот именно такое освещение создает у нас стритбокс со сотами. Обязательно, чтобы на нем были одеты соты. То есть это узенький, длинный. Чем длиннее и уже, тем интереснее и эффективнее его можно использовать. И очень важно, чтобы он был сотами. По идее это просто тряпочка, но кто снимает в студиях, очень хорошо знает разницу съемки сотами и без. Позже я сделаю об этом видео, но говоря сейчас проще. Если сот нету, свет расходится во все стороны. Хоть немножечко он и направлен полоской, но все равно он будет хаотично расходиться. Если соты есть, это очень сильно влияет. Свет идет полосой, как будто, правда, вы задернули шторы и у вас вот полоска света пробивается. Я думаю, многие из вас снимали в полосках света. Вот именно похожие ощущения дают стрипы. Единственная разница, что стрип может давать и такую полоску, может быть и такой, и сверху, и как угодно. Но качество освещения, именно картинка получается а-ля солнечный день и прикрытые шторы с узкой полоской. А если вы гуляете прям в солнечный-солнечный день по улице и зашли куда-то в парк, прям в чащу леса, плотные деревья, свет туда очень практически не проходит, но есть какие-то дырочки в кроне и сквозь туда такие полосы света попадают. Вы можете в этот пучок света поставить людей и получить жесткий, грубый, но интересный свет, если лица расположены правильно. По сути, именно такими пучками света и являются жесткие источники света. Это либо портретная тарелка, скажем так, более большой пучок, либо так называемое ведро, которое дает еще меньше пучок, то есть маленькая часть. Также еще есть снупы, это совсем маленькая, то есть когда нам нужно прям акцент на чем-либо сделать, что-то подсветить. Используется как угодно, но аналогия именно с тем, что когда узенький пучок жесткого света что-то освещает. Данными источниками света можно освещать не только человека, но и, допустим, фон. Вы снимаете на каком-то красном однотипном фоне, фон равномерно, допустим, слабо или сильно освещен, мы можем подобными источниками света подсветить фон, допустим, в центр и получить градиент. В центре он будет более светлый, плавно сходить на нет, и уже обработкой нам это делать не надо, получается что-то интересное. Жесткие вот такие железные штуки, это имитация жесткого грубого света, который дает грубые тени. Все возможные мягкие штуки, имитация мягкого света, который дает мягкие тени. Также надо сказать, что помимо софтбоксов, которые прямоугольные, бывают октобоксы, которые те же самые софтбоксы, но только у них срезанные углы и они имеют форму круга. Очень важно понять, чтобы не было путаницы качества освещения, что с софтбоксом, что с октобоксом абсолютно одинаковые. Физика освещения никак не меняется, и по освещенному объекту невозможно понять, чем он был освещен, если нет бликов в глазах. Основная причина, почему появились октобоксы, для того, чтобы, если мы освещаем человека спереди прямоугольным софтбоксом, блик у нас в глазах будет квадратный, прямоугольный. Если мы освещаем его октобоксом, он будет более круглый, но опять же на крупных портретах будет видно, что там есть такие уголочки. Потому что октобокс сам по себе все-таки не круг, а у него грубо срезанные углы. Опять же, эти блики в глазах могут казаться мелочью, но ради этих бликов в глазах очень много всего делается, потому что портрет, в котором нету бликов, как правило, всегда выглядит тухлым, глаза выглядят какими-то мертвыми. Поэтому, помимо освещения объекта в целом, еще очень много заморочек уходит, чтобы там были красивые глаза. Об этом тоже позже будем разговаривать. Если вы осветили очень классно модель, и вам все нравится, нет красивого блика в глазах, вы можете воспользоваться зонтиком, и не со студийной вспышкой, а со внешней вспышкой для фотоаппаратов, поставить ее на слабой мощности, чтобы она пыхнула сюда, на картинку освещения объекта она не отразится, но в глазах блик появится, потому что глаза у нас почти зеркальные, они все отражают, блик от этого появится. Вообще зонтик это больше как походное средство освещения, потому что он очень удобно складывается, легко, быстро, можно куда-то на корпоратив, на какие-то мероприятия поехать, на стойку поставить, и даже внешней фотоаппаратной вспышкой освещать уже более интересно объекты, более объемно. А мои любимые зонтики, это зонтики именно на отражение, то есть вспышка бьет сюда, от всего этого рассеивается, и мы получаем довольно неплохой источник освещения. Также бывают зонтики на просвет, но там вообще хаос, часть света летит назад, все-таки часть проходит туда, и все это довольно хаотично получается. Но у зонтов есть еще одно применение, менее очевидное, и оно может применяться в студиях с невысокими потолками. Допустим, у вас есть задача осветить человека именно сверху, чтобы свет шел сверху, и у вас невысокие потолки. У вас есть вариант освещать жесткими насадками, это типа ведром, либо портретной тарелкой, она сама по себе небольшая, сантиметров 15, плюс у нас вспышка сантиметров 40. Мы поднимаем под самый потолок, и у нас получается, что источник света расположен, даже над высоким человеком, он неплохо расположен сверху. Допустим, если у вас потолки 2,50, полметра у вас занято вот этой конструкцией, и еще есть снизу 2 метра, даже если человек 1,80 высотой, он будет нормально освещен, но свет будет грубый, жесткий, потому что жесткие источники света. Если мы хотим получить более мягкий свет, и воспользуемся неким софтом, даже именно таким или еще больше, то у нас получится, что конструкция вспышки метр сантиметров 40, там чуть больше, и где-то полметра у нас, чуть больше полуметра у нас длина самого софта, и получается практически метр у нас занят от потолка. Если у вас высота потолков 2,50, и практически метр у вас занят вот этой всей конструкцией, то все, вы можете в рост человека осветить только ростом там 150 сантиметров, да, или чуть меньше. Вы можете получить классный портрет даже с еще большим софтбоксом, если человек сидит, и вы снимаете по пояс, но если человек стоит, уже таким боксом вне высокой студии вы его не осветите. И здесь нам на помощь может прийти зонт. Зонт вставляется на вспышку, вспышка бахает в зонт, отражается от его поверхности, и более мягким светом освещает человека вниз. Да, это не большой софтбокс, но это намного лучше, чем, допустим, студийная тарелка, если нам нужен мягкий свет. То есть вся конструкция, ну, палку эту можно стереть, но вся конструкция у нас также занимает примерно как и с портретной тарелкой, но площадь ее намного больше. И в студиях с невысоким потолком, если вам уже высокого человека осветить в рост более мягким светом, то зонтик также может быть полезен. Также иногда в студиях встречаются параболические софтбокс, либо параболические зонты, а их отличие не в том, что они круглые, а в том, что у них такая параболическая формула, и он немножко по-другому освещает объект. Если мы возьмем любой источник света, хоть портретную тарелку, хоть софтбокс, хоть стрип, у них есть у всех одна общая черта. Так как вспышка вставляется сюда, в середину, у них получается, что в середине свет намного интенсивнее, чем по краям, и к краям интенсивность света падает. И в софтбоксах и актобоксах происходит то же самое. В центре свет более интенсивный, к краям он падает. Но особенность именно параболической формулы, и именно переотражение света внутри, происходит так, что свет к краям усиливается. И получается, в зависимости от конструкции, он либо равномерный, либо даже, наоборот, обволакивающий, когда по краям свет идет, с краев источника света, свет идет даже сильнее, чем из центра. Данные тонкости важны для суперпрофессионалов, и я думаю, те, кто снимает менее 3-5 лет, вряд ли эти тонкости не заметят, но знать нужно. А также еще иногда в студиях встречаются маски Габо. У меня студийной нет, у меня есть маска Габо для фотоаппаратных внешних вспышек, но принцип тот же самый. Есть конструкция, в которой есть собирающая линза. У меня она походная, она может сжиматься, ее можно бросить в сумку, но самое главное, что это некий конус, на конце которого стоит светособирающая линза. В студиях используется примерно схожая штука, но они более массивные, железные, также на конце стоит светособирающая линза, но вся фишка, что сюда можно вставлять маски. Данная маска имеет форму прорези некой такой линии. Я ее вставляю в мою штуку и одеваю на внешнюю накамерную вспышку. Студийные же одеваются на студийные вспышки. Фишка в том, что теперь вспышка дает не пучок света, а она светит узкой полосой. Подносим ближе, полоса становится уже, относим подальше, полоса становится больше. Мы можем одеть маску не с полосой, а допустим с нарисованным внутри, с вырезанным окном. И у нас будет ощущение, что свет проходит через раму и даже будут тени от рамы. И таких масок очень много. И имитация, что там тени от пальм падают, от жалюзи и прочего, прочего, прочего. То есть, имея такую маску, мы можем без дополнительного геморроя, не ставя ничего перед вспышкой, просто одеть эту штуку на вспышку, вставить в нужную масочку и осветить неким необычным светом. Ну и также бывают световые фильтры. Они бывают, чаще всего они встречаются на жестких источниках света. Ими можно и фон подсвещать, и объект съемки. И очень прикольно, когда у нас есть дым машины, что можно разноцветно осветить дым. Но также бывают различные пленки, которые можно натягивать и на стрипы, и на большие софты, и разным цветом освещать. Единственное, очень важно, во всех вспышках, когда вы включаете, и у них горит пилотный свет, чтобы было примерно понятно, как будет освещаться. То есть это просто горит лампочка, когда вы пыхаете, и уже происходит момент пыха. Если вы пользуетесь цветными насадками, обязательно выключите пилотный свет. Потому что если у вас долго будет гореть лампа внутри вспышки, температура там очень большая, эти штуки начинают плавиться. Когда вы в любом месте пользуетесь цветным фильтром, обязательно выключайте пилотный свет. Если вы снимаете фото фонарями, обязательно небольшими паузами, потому что эта штука начинает быстро плавиться. В общем-то это основные светоформирующие насадки. Существуют различные модификации, но принцип вам понятен, и вряд ли вы уже с чем-то столкнетесь с таким, что после этого видео вам будет непонятно. Данное видео идет в серии «Как открыть свою студию». В прошлом мы видео поговорили о размерах помещения, ссылка на него будет в описании. В следующем видео мы поговорим о минимальном наборе, с чего начинать, что необходимо, чтобы иметь возможность разнообразно фотографировать, при этом не тратя лишних денег. Также, когда оно выйдет, ссылка на него будет в описании под этим видео. Надеюсь, было полезно. Пишите, задавайте вопросы. Всем спасибо.